всем здарова ребятки меня зовут павел это 11 серия прохождения медиал дайности и как вы видите я хитрожопый после окончания предыдущей серии я съездил в соседнюю от гастови деревню купил там вот эту большую плетеную корзину предварительно продав накравченных флаконов около двух тысяч не кстати там дипломатия качнулась еще науки не распределял чтобы вам показать пришел значит в лагерь собрал все что плохо лежит сложил в эту корзину и неспешным шагом перенес но за исключением досок и бревен здесь короче все все что блин было оно все здесь еще осел эти периодически призываю бублик где-то мой бублик вот ты где она дай у тебя а подожди нет еще не все скинул на и куда бы это все вот сейчас поскидываем лишнее пускай пока россыпи здесь валяется череп лося еще один плеченый плетеный ящик вот это все корзинки блин сморчки ведра лопаты весь инструмент короче так одуванчики сумки все как-то так валяется надо еще скинуть вот каменные ножи факела еще в общем пока хватает инвентарь на половину полон но теперь мне нужно найти среди этих вот вещей флаконы остатки вот они флаконы как мне их теперь взять придется корм взять льняное семя деревянный флакон 256 штук пойдем доложим сразу бублику еду заполнить о сто процентов еще 27 корма осталось и поехали короче а вот еще чё так раз два три ведра с водой обычные ведра бублика сейчас разгружаем по-быстрому и чё я подобрал рассады седлаем бублика и едем в эту как и кутки кутки едем в кутки продавать остатки флаконов и на накопленные деньги покупать на бублика сумку потому что я перевоз почти все за исключением бревен и досок а их там нормальное такое внушительное количество и сделать я что хочу мне какой план барабан на серию я сейчас размечу поставлю большой дом для нашего персонажа декорировать пока что я ничего не хочу пока что стоп так они тут ки они кутки это ты все это время было ну и ладно спешится в общем я хочу разметить дома и побегать вот нанять поселенцев мужиков мне нужны шахтеры или землекопы которые будут камень добывать на следующие дома вместе с известняком вот я в этот дом волю рад здравствуйте брату да сколько вас там правило троллейбуса сначала на выход потом на вход аманда здорово покажи мне свои товары у у тебя значится остаточки корма еще имеются давай с удовольствием возьму навоз навоз нужен ли нам навоз нет навоз нам пока не нужен все отдельный подсумок нам нужен да а нет я не прав нам нужно все отдельная сумка за семьсот девяносто три обалдеть аманда спасибо большое открыть сюдельную сумку а чё с тобой случилось ты уперлась в осла и сломалась немножечко но бывает где у нас тут сумка а вот она перемещению далее открываем инвентарь переходим к скакуну и нажимаем экипировать 75 килограмм 75 у него плюс 80 у меня у меня же 80 до вот это мы с тобой заживем конечно открыть ой оседлать шикардос а стой и подожди спешится заново я аманде забыл продать флаконы и снова здравствуйте аманда не хотели бы вы забрать у меня остаток флаконов как мне это сделать продать принять хорош льняная ткань пшеница стебель на это все надо скинуть оставить до свидания всего хорошего а сколько мне денег мне теперь три тысячи триста пятьдесят четыре и семь десятых ой я дурак блин в дипломатию не зашел сразу мог бы же вот так вот сделать ух пляха муха какой я глупых к ну ничего что сделано то сделано повышение уровня на купли-продажу товаров теперь цены на 30 процентов лучше замечательно просто что у нас тут есть у нас одно очко мы можем куда его влупить то самое верхнее верхний ярус этого древа навыков у нас дает творческий учет снижает процент подати или потребность жителей в еде древесине и воде на 10 процентов ниже принципе неплохо но я воспользуюсь вашим советом и вот здесь вот хотя бы на пять процентов но бустану вот эти ярусы нам пока что но они тоже неплохо было бы их иметь но все же давайте ка на пять процентов опыт бустану почему бы нет все бублик короче погнали и куда мы едем какой план мы сейчас значит приезжаем я смотрю за кадром где у нас хорошее место более-менее чтобы построить дом у меня план барабан такой то есть я сделаю дом он будет как бы вдоль центральной дороги идти я сделал несколько входов в город пока еще не подумал сколько три или два там по обстоятельствам посмотрим и вот вдоль одной из дорог у меня будет стоять дом нашего россии мира соответственно мне также бы очень хотелось бы чтобы у меня на участке что-нибудь доросло вот ягодки ягодки это хорошо осень их уже не собрать хорошо что этом на гниль на собирал да однозначно круто я бы вот поставил свой дом как-нибудь вот так вот между этими деревьями я ведь могу так сделать здание дома дом хорош вот так и вот основная тропинка блин я не взял молоток и я вот что думаю сходил за молотком основная тропинка она будет где-то вот это дерево убирать березку однозначно не хочу классный вариант на дерево на входе и вот она как-то так будет идти к центру деревне вернее города мимо нашего дома до центр я хочу сделать я хочу вот круглую площадь примерно вот с таким охватом да и чтобы из этой площади у нас было четыре дороги соответственно к одному выходу где-то вот туда там конюшни и ослюшни дальше там куда-то к полям и к жилым зонам куда-нибудь туда а выхода я сделаю раз ту сторону выход здесь не нужен ну и возможно там тоже будет почему бы и нет соответственно соответственно давайте придумаем с вами где у нас будет наша первая жилая зона и мне нужно еще житницу и сарай он же склад я тут поразмыслил немножко первые дома их будет два или три я вот так вот на норд-ист построю в ориентации здесь один с небольшим двориком придется конечно вырубить часть здесь вот один здесь вот 13 в ряд 3 или 2 внутренние дворы пока что делать не буду в декор убьюсь когда мне будет побольше изучено всяких там каменных заборчиков так далее кстати про декор древо технологий строительство шалаш нет хранилище нам нужно бревенчатый забор бревенчатые ворота дощатый забор дощатые ворота купились они или нет не купились они у меня денег нет я нищий ну все 50 46 монет не хватает вот это я просто волосился конечно ну ладно не беда не беда пока что смотрите вот жилые дома вот тут вот житницу житницу одну из я поставлю вот где-нибудь здесь и обнесу ее заборчиком тоже последствии а рядом с ней как-нибудь вот так я сделаю склад и тогда у меня будет место и для ресурсов и для как их и для пищи колодец поставлю еще рядышком со своим домом прямо вот здесь вот на внутреннем своем дворе почему бы и нет какой-то какой-то в общем такой план я вырежу естественно процесс стройки утомительно довольно такое смотреть мне кажется два домика лесорубов два шалаша этих землекопов до шалашение все правильно парочку домов житница сарай колодец на производственные здания я пока поставлю в общем то наверное как и шалаши эти все вот здесь их размещу потому что пока не определился какой точки этим будут ну и магия монтажа собственно вы наверное думаете почему после слов магия монтажа тут ничего не появилось а я вам отвечу я совершенно забыл про бревна и доски да представляете себе насколько тут написано в игре в меню строительства склады суммируются между собой соответственно у них общий ящик я так понимаю и первым делом я сейчас возьму себе досок ой бревен вернее мне что нужно на второй сарай по моему бревна и доски да я их сейчас себе возьму немножко в бублика нагружу все что есть по максимуму сложу в сарай который у нас уже стоит там вернусь к своему дому посмотрю построю и посмотрю все ли работает так как я думаю вот и вот наверное теперь магия фонтажа в общем мы с бубликом решили что она может не хватить досок который вмещается в 80 килограмм и 75 нашего инвентаря и я взял в корзинке еще немножко досок и притораканил их сюда на забил свой инвентарь по максимуму и инвентарь бублика бревнами а сам принес короче доски сейчас буду все строить у короче я не закончил дом но закончил склад надо было в первую очередь склад вообще строить а потом уже дом у меня тетелька в тетельку хватило вообще не осталось ничего открываем сундук да ребята разработчики нам не соврали 3000 килограмм суммарно и весь инвентарь из того склада у меня здесь есть как хорошо потому что ни одного топора не забрал и тут и бревна и доски значит сейчас я возьму все что мне нужно из досок бревен и пойду дострою дом и первую житницу воткнул да вот так ночью народ прикиньте зима еще и второй день такая история я решил сразу перенести вот отсюда все постройки ушло у меня где-то сейчас пока около двух часов у меня ушло на это я пошел с бубликом блин бублика щи зверюга ты где есть мы с бубликом туда-сюда погоняли я забыл что у меня есть навык который мне 50 процентов построек возвращает перегруз был блин постоянно короче все там снес нафиг и смотрите чё сделал давайте мини экскурсия чё тут у нас это мой дом здесь я живу я уже себя переселил да кстати пододел меховую вот эту вот штуку капюшон это у нас по-прежнему батильда дедр и вот три домика в ряд я поставил первый для них ничего не декорировал я займусь этим позже потому что после этой стройки я уже морально устав это я буду делать либо за кадром ну короче точно не сейчас вот этот весь декор все одинаковые тут дома ничего в них особо интересного нету спасибо никите который подсказал мне что можно менять этот секцию с дверью ну и вот я так подстроил чтобы у каждого у каждой семьи окошко было возле котла ну мне так чисто эстетически нравится и смысловая нагрузка тут такая что когда они что-то себе готовят у них там есть куда дым выйти все-таки это очаг у нас вот не декорировал ничего еще раз повторюсь здесь сделаю потом там столы и скамеечки и факелы и заборчики и бла 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 вот там у нас сарай со всеми ресурсами это мой дом понятно вот здесь будет центральная дорога вот так она пойдет блин серьезно тут ямка да ничего страшного заборчиком и обнесу да будет здесь короче факел конь прикольный стоять житницу здесь воткнул в принципе нормально удобно я так сделал для того чтобы я думаю мы часто будем возвращаться в свой дом я что-то подумал что всю еду которую они будут производить я буду брать же и житницы по любому не буду же впоследствии готовить сам поэтому житницу разместил вот тут вот поблизости ну и колодец тоже на всякий случай наполнять бурдюк пока я там все сносил строил вот это у меня открылась чё швейная лавка я прав не помню по моему на 2 у нас уже была кузница 2 блин надо сказать что короче вот эти крыши вот те крыши вообще капец дорогие по доскам хорошо что в первую очередь там этих поставил лесорубов и мог делать доски это подешевле крыши но все равно ну почувствовалось почувствовалось потому что несколько игровых дней которые сейчас проходили я в первую очередь поставил лесорубов они там еще папа приносили немножко и и хватило а так пришлось бы вручную идти это короче мастерская 2 она у нас уже была горн ой горн говорю гончарный круг верстак все как обычно кузницы не понял чего нового по моему ничего нового только внешний вид обновился здесь также ничего нового только внешний вид обновился поставил кухню в надежде на то что сейчас поедем с вами зима красота кстати я так и не посмотрел на свой температурный режим ой да ей вписываюсь нормально в надежде на то что сейчас поселенцы новые я их найму вот и тут построил на пробу шалаши землекопов у них тут сундучки на 200 кг что-то видимо они сюда носят я не знаю почему здесь 200 килограмм если вы в курсе шарить и скажите пожалуйста почему здесь 200 а здесь вот 50 у лесорубов я открыл еще кстати по моему вторых лесорубов чё там навыки вообще ничего не прокачалась навыки не прокачались но что-то я видел мне открылась вот это вот это открылась дровяной сарай 2 и тут подвесной фонарь наконец-то я в доме могу поставить пяти хаточку стоит ожильная нить ветка нормально вот этот весь декор трогать пока что не буду не хочу и вообще по поводу декора я ни с чем тут не заморачивался и вот этот вот хлам он вот как здесь был так он до сих пор лежит я только немножко разгребал брал тут молотки которые оставались топорик среди этого всего затесался каким-то образом лопату тут тоже остырил в общем пока что это валяется вот так и мне интересно вот что у нас конечно в будущем будет на этой площадке большущий город задекорированный и так далее но вот здесь вот сундуке 2000 килограмм лимит и мне кажется это слишком мало либо нужно снижать обороты по добыче но пока что я этого делать не буду потому что у меня вот это то все заняло кучу мучу ресурсов поэтому пока что пускай добывают я могу и рядышком тут складывать лишку правильно и это будет замечательно выступать в качестве декора почему бы и нет на чем остановился не уследил за собственной мыслью а да декор короче декор чуть-чуть попозже сейчас не готов творить что-то красивое и удобное и вот в чем вопрос вот этот весь хлам здесь есть лимит на 2000 но по-любому будет инвентарь которым россии мир у нас будет пользоваться чаще всего над перекусить вот и я вот думаю хорошая ли идея сделать вокруг своего дома внутренний дворик может быть где-то вот как то так вот тут вот что ли не знаю или сбоку чтобы был доступ и разместить там вот эти все декоративные контейнеры типа мешков тюков сундуков и так далее почему бы собственно и нет не распихивать туда предметы по необходимости потому что к моему великому сожалению внутри дома я эти контейнеры ставить не могу может быть разработчики так что нам нужно 8 досок взять или 10 веток сейчас это даже продемонстрирую может быть просто я неправильно делал но к моему сожалению эти контейнеры внутри построек размещать почему-то нельзя мне это кажется капец фигней какой-то давайте 8 досок возьмем у меня есть еще деревянный молоточек немножечко от него осталось там пять процентов если я правильно увидел бляха муха бублик ну ты конечно зубы у меня это конечно вообще чудо не животное хим без него я бы тут еще бы два сезона тут старался и пыхтел а так я на него сел туда-обратно съездил удобно мебель и декор контейнеры и вот у нас допустим сундук да и вот чё с ним происходит представляете его почему-то нельзя никоим образом поставить внутри дома хотя это было бы удобно я бы разместил себе сундучок под рядом с кроватью почему бы и нет но это видимо детская кровать ну там вот здесь допустим да а этого почему-то сделать к сожалению нельзя а как поднимать постройки я еще не в курсе либо можно задекорировать так чтобы поставить здесь столы там или по и вот под столами вот это все не знаю как то вот она вот вроде должно вставать да красиво но что-то как разработчики прямо печаль беда не ставится контейнер к сожалению и придется делать похоже зону обносить там зону с ящиками с мешками там что-то типа складской фигни ну вот около того я думаю землекоп и короче им нужны кирки лопаты сейчас будем с вами делать и вот эти ребята это у нас охотники чем моя мысль пока мы с вами ходим выполняем какие-нибудь квесты или там охочусь я что-то мы ходим продаем туда-сюда чем-то таким интерактивным занимаемся я хочу нанять селян пускай вот у меня есть два лесоруба один или два охотника повар и вот землекопа бы я им просто пока что ресурсы то игре ресурсы инструменты подносил пусть даже деревянные ну просто в большом количестве потому что я думаю они вполне себе справится и с ними объем дерева и камней которые они будут добывать достаточно большой так а нам что нужно взять камни бревна ветки доски по моему не надо 20 топоров кем сделал один уже все кончился смастерить ножей нужно давайте штучек 10 сделаем ножей для охотников блин камня в дефиците сильно в дефиците это нехорошо далее мастерим нам нужны водок и кирки есть каменные почему бы и нет а лопаты чего бревна требует давайте в общем сделаем 20 лопат а затем и кирок и у меня мысль такая пока мы интерактивными вещами занимаемся путешествуем потому что как мне кажется зима как сезон это очень красивый сезон более того я надеюсь тут скоро осадки пойдут там что-то вроде снега мне хотелось бы сейчас попробуем снежки лепить ху-ху-ху кирки все делаем на все 7 пускай будет вот и пока мы чем-то интерактивным занимаемся пускай они сами себя кормят сами себя обеспечивают всякое такое так нож оставляем вот это им отдаем кирки отдаем вроде все до кирка нож топор на что хватило то и получили в общем то и из ресурсов бревно ветка чаши все доски камни под разгрузил свой инвентарь а ну-ка смастерить а я могу смастерить снежок внутри склада могу можно использовать во время безобидной забавы а я могу их смастерить 999 нифига себе ну штучек 39 пускай лепит они у меня в инвентаре наверно появляются да а ну-ка они как оружие мой дак они как оружие идут хорош мебель и декор разная снеговик и мне морковку продал на него нужен камень ветки и морковь вот компостную яму не перенес сюда еще хорошо что посмотрел сюда ну что дедер они все переоделись в зимнюю одежду самостоятельно нужно прицелиться и хотят не реагируешь во вкладке управления видимо из-за того что нет людей понятно охота нет людей производства но я тут ничего не назначал разумеется вот здесь только по моему назначил а нет не назначил хранилище ясно швейная лавка мастерская ничего не надо готовить кухню что ли зайти ой тут только один повар может быть так ребятки жарьте наверное давайте выставим им жареное мясо у это из соленого рецепт это не то пускай из всего мяса делают 15 процентов жареного мяса их пока все равно немного и похлебки я думаю вот это из чего рецепт мясо плюс капуста капуста то я вручную набрал вроде как 15 процентов похлебки а я же сам буду у них ее брать 30 процентов поклевки все остальное ничего не надо ребят делать блин у меня из еды то почти ничего не осталось столько вот за эти три дня 4 столько этих похлебок съел ну чё дедер давай как-то освобождаю место о физика есть он даже сказал о кайф о чем не хочет со мной играть эх ну и ладно давайте пока ой-ой-ой-ой рассаду хмеля чуть не потеряли мы ее с собой пока возьмем что у нас тут есть саженец вишни забираем саженец вишни забираем лопата из инструмента меня в основном интересует копья деревянные берем солома перегруза не будет нет не будет копье коса копье лопата лопата мотыги тоже берем бронзовую лопату железную мотыгу кирку каменный нож и так простой факел придется взять медный нож это чё такое мешочек мешочек нам к не надо можно водички сразу набрать я думаю да ведро в инструмент пока что да и кстати все запасы отсюда то уже убрал поэтому и копья здесь не нужны большой перегруз получил и зима и маха мха перестройка затратное дело и по времени вообще затратно получилось так все лопаты ребята берите копья деревянные себе оставлю домой положу кирку я вам не отдам мотыги тоже придержу вот вам каменный нож еще медный нож факел забирайте простой факел забирайте где у нас тут чё копья себе беру вот бронзовую лопату заберите пожалуйста ох это у меня чё за перегруз такой заходим в инвентарь и просто скидываем это пока что на землю лишь поэту никогда она отсюда не денется и сторону колодца нам нужно все ведра заполнить водой анимации почему колодец зимой не замерз это за такая интересная история у вас ведер с водой то полно капуста одна осталось зато мясо вон чё и забирайте ведра с водой все пять штук чё с едой то делать у вас вроде есть у меня нет не кончается еда это нехорошо заходим домой открываем сундучок свой игрушечный меч оставим для будущего детеныша корзинки плетеные ящики один плетеный ящик отдаем но складываем сюда хмель вишню яблони это все оставляем одежда в норме вот деревянные копья скидываем ирку мотыги а вот она и не влезла ну это не беда потому что мы можем подойти сюда и скинуть просто это на землю ну что бублик погнали в соседнюю деревья деревья а речка судя по всему не замерзает и нельзя пользоваться на осле снежками а как интересно вот эти все неписи которые в тупках сидят как они будут реагировать на снежки это же там написано в игре что это безобидная игра все такое прочее кстати добавила же эта сумка да вот она так выглядит я что внимание не обратил интересно есть какой-нибудь на nexus и retic стур что-то посмотреть можно глянуть ну кайфово да прорисовано хорошо это однозначный лайк но анимация конечно нас ли это да ну-ка слазим включаем интерфейс то у нас тут есть нас тут есть бэт гост и анрит что там за что там делает брату мило и рудоль рудо 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 к на это сейчас было короче у не ри у не рад язык сломаешь у тебя производство на троечку ремесло это неплохо у 0 ты чё а те 15 лет ты еще молодой парень кстати я же хотел проверить вообще не реагирует блин аманда чо ты у тебя с моим ослом терки какие-то он нарушает твой привычный маршрут давай вот сюда его отпаркую виллбурга здорово ты чё вообще можешь у тебя охота на тройку добыча на тройку перемесло так а какой навык требует давайте от малого пойдем управление добыча добыча это что шалаши землекопов и колодец колодцы у нас может работать один человек и в кухне у нас сможет работать один человек то есть вот это второй дом жилой будет занят людьми которые будут обеспечивать поселение водой и едой соответственно у нас должен должен быть еще домик а вот у меня количество домов то с моими хотелками не бьется совсем потому что нужно два человека кухня вода и два человека охотничий домик и четыре человека на шалаш землекопов пам парам пам парам давайте изначально наймем людей в шалаш землекопов хотя бы один а потом будем приносить им наверное воду вручную и один будет в кухне а второй будет охотник должно хватить мне кажется ресурсов уже будет всего шесть человек иначе мне придется еще один дом строить а сегодня если делать не хочу короче виллбурга еще раз а здорово я создаю новое поселение и ищу хороших людей тебе 29 лет значит будем тебе искать парня который тоже в этом примерно возрасте анрит и бед гост у него на троечку производства то есть ой ремесло то есть он кухня шарит получается да анрит 29 лет ну ты просто идеальная находка здорово увидимся в моем поселении открываем вкладку где у нас тут дома то а вот дома простой дом ой а я могу к ним подселить кого-нибудь не могу то есть них получается есть возможность зачать двух детей ничего себе простой дом пустая ячейка анны униры унират и вторая ячейка виллбурга пожалуйста теперь назначим им работу унират давай на тебя посмотрим ой еды нет питья нет час она обновится обновилась хорошо управление унират у тебя на троечку нас ремесло а у виллбурге на троечку больше чем у тебя поэтому унират у нас будет поваром а виллбурга будет охотником потому что у нее навык охоты лучше чем у унирата блин опять вышел не туда нажал нажимаем унират назначить рабочее место и ты будешь охотник навыки ой не туда и тебя назначил ты же у нас повар да а а тут прям видно что нужно вот это хорошо в общем унират ты будешь у нас повар а виллбурга ты будешь у нас охотником у тебя также есть выбор либо охотник либо шалаш землекопов ну как даму назначать на шалаш землекопов так себе идея вот охотница сильная воинственная охотница это да поэтому добро пожаловать к нам а вот это я заметил то есть настроение жителей зависит также еще и от дома я поселил их в простые дома и их базовое настроение улучшилось ничего себе бублик здорово поскакали в соседнюю деревню и это у нас на маршруте браница и в рульнице вообще когда был последний раз когда что-то там зерном мы решали получается что так ой надо помыться там водоемов нету рядышком нет может ручейки так надо по-быстрому помыться и идти в браницу пока мы тут с бубликом скачем до браницы хочу вас спросить по поводу шмоток когда мы покупали с вами вот это все что на сейчас на россии мире надета там были еще дворянские какие-то шмотки дорогие какие-то вещи они вообще влияют на что-то но кроме температурного режима интересно было бы об этом узнать может они как-то бонус какой-то к обаянию там или к романтике может цена лучше опа тут детишки уже я не видел здесь детишек раньше бублик познакомься тебе он ребенок машет погремушкой у нас тут кто аля рик и добровид чё все а нет чудо либора мадам вот кто у нас должен был быть поваром у нас же может быть с вами супруга симпатия 35 упала вниз натура романтик а ну-ка давайте с ней поболтаем что-то я про нее забыл совсем здравствуй как твои дела и мы и можем сказать что всегда ценил таких чутких и чувствительных женщин она же романтик может быть прокатит некоторые поговаривают что король может предсказывать будущее но так себе подкат в моем доме лучшим средством от простуды всегда был бульон из куриных костей точно не то это прямо мимо я никогда раньше так не любил и это меня пугает на лучшее не буду всю жизнь бояться чем сделаю еще один вдох без тебя как моей жены вот это предложение это вообще предложение давайте так или это просто реплика ну-ка давайте попробуем извините но я вас почти не знаю требуется симпатия 100 то есть это все-таки предложение выбираем тогда вариант номер три мне кажется он романтичный и мы попадаем в точку симпатия плюс 10 спрашиваем снова как дела иногда мир кажется бессмысленным бесплодным я хочу истекать кровью просто за чтобы знать жив ли я чушь несусветная вы такая заботливая я уверен вы станете отличной матерью но не знаю не знаю ваша улыбка греет сильнее чем пламя у костра вот это больше похоже на что-то романтичное плюс 7 неплохо россимир неплохо некоторые люди всю жизнь пытаются понять любовь но любовь не нужно понимать а нужно чувствовать блин россимир вот это ты конечно да романтик вот этот вариант скорее всего мы выберем просто потому что мне понравился вариант номер три завидую птицам свободе которую предлагают их крылья насколько великолепно было бы просто скользить по небу навстречу неизведанному но обалдеть многие говорят о фермере с юга долины который влюбился в свою работницу дальше читать не буду мне кажется это какая-то чушь вот вариант про птицам это больше для мечтателей мне кажется некоторые люди всю жизнь пытаются понять любовь вот это что-то уже романтичное попробуем плюс 10 попадаем в точку россимир ты просто лучший предложение понятно вариант номер два предположительно в долине есть охотник который набывает шкуры животных на которых он охотится говорят что они выглядят как живые словно застывшие во времени ясно это мимо я слыхал что королевский замок настоящий лабиринт дюжины скрытых дверей потайные ходы это звучит потрясающе чушь полнейшая я теперь терпеть не могу лени в людях ваше усердие должно вдохновлять всех кажется у нас тут варианта не наклевывается который мы могли бы сейчас озвучить доли баре и это не так чтобы хорошо вариант с охотником однозначно пропускаем королевский замок настоящий лабиринт тоже не выглядит романтично но вариант номер четыре он больше какой-то воодушевляющий попробуем их и минус 5 я понял извини доли бора последняя реплика была не в тему аларик слушаешь те могу прямо сейчас нанять а этаж тебе квартир место надо дать хотел просто ее ну завербовать поселение а потом к ней подкатывать уже там чтобы не искать ее а то про нее опять забуду аларик и богдан богдан продавец лудомира тоже продавец ой покажи товар у тебя может быть есть что-то теплое войлочная безрукавка мне кажется она выглядит красиво а у меня же денег нет ой а я и забыл но может хотя бы меховую накидку нет она хуже у меня сейчас насколько я понял вот длинный меховой капюшон мне бы хорошо подошла какая-нибудь обувь например вот отличный вариант меховые сапоги стоит всего 300 монет и плюс 20 процентов к защите от холода а у меня сейчас чё у меня сейчас дворянские башмаки это более весенний осенний даже летний вариант в общем нам а вот что тут по головным убором может быть есть какая-нибудь еще классная зимняя шапка какая-нибудь меховая как у моего батея стёганая безрукавка плюс 20 защита от холода но цена кусачья конечно в общем возьмем себе меховые сапоги одну пару и этим и ограничимся любомира спасибо большое я сейчас твоими башмачками сразу и об хорошо теперь у нас защита от холода 95 процентов замечательно чё бублик пойдем выберем место а алярик ты у нас хороший добытчик у тебя аж троечка а ты чё и ты тоже добровид у нас остался в деревне один свободный дом простой дом 24 при этом у нас не назначены такие активности как шалаш землекопов при этом у нас уже есть охотник и повар не понял подробнее чё ему не хватает нет материалов но охотник то еще не принес я вообще думаю что хорошим вариантом было бы назначить свою жену на кухню пускай практикуется далибора у тебя там чё да ремесло на троечку отличный вариант мы к далиборе на следующий день подкатим о кстати следующий день то завтра ну-ка мебель и декор костры ой я про ветки опять забыл ну не велите казнить чё где тут ближайшие кустики он там шахта мне про нее сказали что она относительно недалеко и выигрышный вариант по сравнению с горами который находится аж вот там я сюда обязательно наведусь причем судя по всему в скором времени и мне нужно это успеть до весны еще сделать ветки мебель костер слишком близко бублик иди к костру погрейся хоть ты где давай не спи ты чё замерзнешь а можно там на него очень надеть зимнее мне не нравится что у меня голожопый ходит среди зимы ну ты мой мальчик такой красавчик такой милый божиськи ты мой еще крутой долебора здравствуй а не хочешь ли ты поболтать как у тебя дела вы знаете как называется свинья которая забежала колючий куст и ежик о-о-о-о расимир это вообще мимо это лучшее платье которое я видел во всей долине нет в одна из самых умных людей которые я встречал короче самый блин давайте попробуем просто комплимент сделать до плюс 5 завидую птицам свободе которую предлагают их крылья насколько великолепно было бы просто скользить по небу навстречу неизведанному вот локализация в меди вал дайности это просто отдельный вид искусства потому что реплики в квестах как мы уже видели там с добронега это вообще что-то с чем-то а тут ну но такое себе да но это уже ближе к делу вот эти реплики по флирту писарь которого я встретил во время своих путешествий поведал мне секрет изготовления чернил для письма меня всегда это интересовало судя по всему они используют чернильные орешки с пораженных дубовых листьев вообще это тоже не в ту степень аж у нас романтик чем разница между женским аргументом и ножом вот в юмор да вот она сама показывает что не надо это глупый юмор мы ударяться не будем вариант номер два завидую птицам это конечно не комплимент но это что-то такое отстраненное уж явно лучше чем рецепт чернил и глупая шутка выберем этот вариант плюс 7 ну неплохо вы когда-нибудь хотели быть простаком чем глупее тем лучше ни о чем не беспокоиться не тревожиться просто жить в вечном сиянии незамутненного разума да прекрасно но нет я мог бы часами слушать ваш голос вы поете комплиментик возьмем на заметку мне говорят фермере с юга долины который бла-бла-бла короче делаем комплимент вариант номер три будь здорово плюс 5 хорош россимир хорош вообще до свидания до либора так добровид ты у нас чё ты у нас добытчик а алирик алирик тоже добытчик но он более выгодный потому что его еще можно на фермерство назначить у него больше навыков с уровнем 3 поэтому здорово алирик я тут деревню создаю и тебе 27 лет публик погнали где то есть там нам соседнюю деревню бублик у этот неудачно в общем заспаунился а чё ты у них посел и топчешь давай погнали пока не спалили нас ну оп хорош бублик так сразу этого а лярика нам нужно заселить в стая ячейка а лярик вот вот это уже хорошо и мы его назначим в шалаш землекопов назначить работника а лярик а я выставил чё там шалашу землекопов то вообще в основном камень глину чуть-чуть известняка и солому известняк спасибо что объяснили им утепляют короче каменные дома для нас это важно но я сделал дома если вы заметили верхние вот эту вот секцию которая стена под крышей я сделал ее деревянной просто эстетики ради каменная вообще полностью каменная коробка мне не особо нравится ну и визуально я решил вот так вот я думаю там не сильно большая разница в процентах тем более если все это дело утеплить я думаю нормально будет процентах я имею ввиду вот того самого утепления разница между деревянным домом и каменным мы же всего про одну стену говорим так ну-ка мы ищем даму 27 лет которая поможет а лярику и знакомьтесь это мой сел и его зовут бублик сбегниева нет спасибо сбегниева тут уже одно имя меня смущает но ты похоже не единственная тут а вы кто мир огни не мир огни его ой я тебя не могу почему-то как ваша жизнь нормально спасибо все хорошо всего доброго сбегниева надеюсь не часто буду сталкиваться с твоим именем вновь ты будешь у нас постарше а что ты вообще можешь то у тебя добыча 1 а я как раз ищу добытчика ты мне наверное не подходишь чего все чихаете то господи парень очнись ты чё уснул что ли не просыпается бадун наверное ой детей тоже переодели он у него там капюшончик мадам здравствуйте мы скачем дальше в этому в бараницу уже но пошли в борово тогда здесь аж вижу на горизонте три человека товарищи тех категорически приветствую это мой новый осел его зовут бублик у нас тут есть ульрика гризель да чтобы это не значило и эмирика блин барышни вы сейчас не в тот вы навык в общем попадаете мы эмирику за пол запомним сейчас и с бубликом прокатимся вместе до гастовии я еще кстати не пробовал пересекать реку через или пробовала переплывать так здесь у нас короче юни вид и он мужик один единственный здесь сидит возвращаемся в как она называется в борово всем снова здравствуйте это я и мой осел публик я приехал за конкретной дамой и кажется это эмирика да здорово я создаю новое поселение и ищу хороших людей отлично увидимся там новый поселенец эмирика давайте ее назначим в простой дом к вы уверены что хотите перенести семью в новый дом не уверен вот сюда я ее хочу перенести у меня получилось получилось и в шалаш землекопов назначаем эмирику в хорош и теперь мы вместе с эмирикой идем в сторону нашего поселения кстати я еще так и не попробовал что будет если использовать быстрое перемещение осел как за телегой побежит или что с ним в общем то будет по сути получается что мы с вами укомплектовали поселение целиком и полностью за исключением жены правильно то есть нам бы по-хорошему вернуться в браницу или в бараницу короче в браницу через бараницу поедем неспешным шагом мы с костерка до нашего предыдущего это далеко пошел то бублик я короче вот такой маршрут через лесок сделал что там попытался дичь найти ничего не вышло но мне нужно было время выждать чтобы прошли сутки я смог снова подкатить к доли борьям как дела здорово это может показаться странным наш слышал что замочив одежду в моче дальше читать не буду в моем доме лучшим средством от простуды всегда был бульон из куриных понятно ваша улыбка греет сильнее чем пламя костра конечно плюс 7 уже 81 процент симпатии это может показаться странным но я чувствую себя как дома когда рядом с вами я всегда ценил таких чутких и чувствительных женщин как вы я хочу сделать с вами тоже что весна делает с вишневыми деревьями рано давайте второй вариант плюс 3 всего серьезно нет это звучит мило чтобы это значило ты не можешь приготовить омлет не разбив яиц сказала держимая курица некоторые поговаривают что король может ясно вы первое о чем я думаю когда просыпаюсь до плюс 3 может быть однажды вы не только подумаете но и увидите короче чем выше процент наш тем она еще и меньше реплик принимает у меня есть кое-что для вас а у меня для вас ничего до либора в этой серии нет кажется я возьму тебя замуж в следующей серии я забыл попить воды чем бублик погнали домой вот и снежок приятный приятный еще раз приятный снежок мы с бубликом покатили домой я хочу сказать вам большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки оставляйте фидбэк в комментариях следующей серии я думаю до либора мы окончательно охмурим нужно будет съездить за подарком вижу лагерь но обращу на него внимание при охоте на следующий день эта серия вышла довольно продуктивный я сделал большую перестройку и укомплектовал деревню и при этом при всем там я физически немного задолбался опять но это ничего страшного все-таки прохождение хочется сделать все красиво более-менее грамотно кстати за по сказке еще раз спасибо ну и до встречи в новых видео всем вкусного чая и добра